Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии и сегодня мы поговорим о следующем субэтносе, уже не совсем адыгского происхождения, но близкородственного адыгам, об этносе абазин. Дело в том, что абазины, как и абхазы, являются близкородственным к адыгам субэтносом, но они отличаются, скажем так, отчасти где-то по культуре, где-то по языку, являются самостоятельной отдельной ветвью этого этноса. Сами абазины это коренные жители большого региона, они и по сей день живут на территории Российской Федерации в том числе. Регион этот период максимального их распространения включал в себя пограничья Абхазии, то есть современную восточную самую окраину Сочинского района вдоль долины реки Мзинты, часть Абхазии до Гагр, от границы до Гагр, до Гагрского ущелья и вверх через горные перевалы, районы Красной Поляны, по верховеньям лобы уходили в территории вплоть до Кубани, через территории современной Карачаева-Черкесии и Кабурдино-Балкарии. Абазины имеют свой отдельный язык, который делится на сегодняшний день на две основные ветви. Это топанский и ашкарский диалекты, причем этот ашкарский диалект наиболее близок к абхазскому языку, сами абазины достаточно хорошо понимают абхазов в языковом плане, но чтобы точнее понять, что они себя представляют, они, скажем так, по происхождению своему языку близки к абхазам, но по культуре они близки более адыгам, то есть они долгое время проживали именно на территориях адыгов, изначально расселились там, и поэтому культурно оказались ближе к адыгам, но язык свой сохранили и свою самобытность определенную. При этом, в отличие от абхазов и их соседей-адыгов, они не делились на какие-то отдельные крупные родовые суп-этносы, например, как шапсуги, жидуги, то есть у них не было такого как бы цельного, какой-то цельной территории, объединенной каким-то главным княжеским родом, делившимся на более мелкие. То есть абазины жили рядом разделенных, самостоятельных сообществ мелких, разбитых на большое их количество по всей территории проживания, и никогда они не были объединены в какое-то такое полноценно единое государство, которое бы не государство, хотя бы единую территорию под властью какого-то одного верховного своего князя. Большинство специалистов считают, что предками абазин являлись так называемые авазги, которых упоминали еще в доисторических, в античных источниках и в раннем средневековье. Это был такой народ, проживавший, по данным античных авторов и раннесредневековых, на территориях примерно от речки Туапсе до ущелья Гагарского ущелья, Жакварского ущелья в Гаграх. Восточнее считалось, что от них жили Абшилы или Абсилы, то есть предки абхазов, они жили, считалось, что в восточных Гаграх до Аукадорского ущелья в горах, в античных источниках в горной местности жили Санниги. Есть упоминание о том, что в труде некого анонимного армянского историка седьмого века нашей эры об Абхазии, он там пишет, что на морском побережье в районе Себастополиса, это старинное античное название Сухума, жили Абшилы и Аббазги, то есть в одном государстве цельном. При естественно, что согласно таким источникам получается, что сами вот эти абазины, они уже были политически самостоятельными от абхазов соседних, с ранних времен, еще в первые времена образовали только абхазского царства. Соответственно, и всю свою историю они, в общем-то, поддерживали свою политическую самостоятельность и, по сути, были таким буфером между абхазами и адыгами промежуточным звеном. Вот на такой вот общей территории Атопса и Дабзыби они и в горный перевал они проживали вплоть до восемнадцатого века. В восемнадцатом веке их на побережье Сочинском вытеснили убыхи, которые, по сути, свои спорного происхождения, но, вероятнее всего, по большинству версий они являются отдельной ветвью, самостоятельной по отношению и к адыгам, и к абхазам. И абазины как бы стали их соседями в горной части и на реке Мзымте. В какой-то момент в Средневековье из абазинских обществ наиболее сильно выделились так называемые джигеты. Так они или садзе по-другому еще. Садзами их называли средневековые авторы в основном западного происхождения, а джигетами они именовали в грузинских источниках и их местоположение страна Джигетия, как ее пытались, в общем-то, захватить некоторые грузинские цари в историческое время Джигетию. И вот эти общества, они расположились вдоль реки Мзымте, вплоть до Красной Поляны. В частности, в их состав входили горные сообщества Псху, Аибга и Ахчипсоу, которые располагались как раз таки в верховьях Мзымте, в районе Красной Поляны. Что касается вопроса их появления к северу, от горных склонов, то с этим связаны три волны переселения на северные склоны. В частности, первая волна считалась, что происходила еще в шестом веке, когда многие кавказские народы были втянуты в византийско-персидские войны между собой. Но это считалось очень малочисленная волна, также малочисленная была вторая волна во время вторжения арабов в Абхазию, где их отбили. И третья волна была покрупнее в эпоху завоеваний, монгольских завоеваний. Дело в том, что в тот момент уже Абхазское царство существовало, как цельная, отдельная государственная единица. И она находилась в союзе с грузинскими государствами, в едином большом таком государстве, созданном давидным строителем. И вот эта Грузия средневековая, она попала под серьезный удар монголов и как бы разрушилась. И вот период этого разрушения, раздробленности государство вызвало еще одно волну переселение. Но это переселение также было не столь крупно. И уже более позднее время, начиная с 15-16 века, начались уже полноценные переселения. Сначала это были небольшие общества в горных районах, в Карачае, в Черкесии, в Карачае, в Тиберде, например, в Балкарии они поселялись. Потом они уже начали потихонечку увеличиваться и спускаться в долины, селиться между кабардинцами и позже появившимися бесслинеевцами. Начались очень сильно смешиваться их княжеские родственные линии между этими народами. По сей день очень сложно разобрать, какие фамилии относятся к кабардинцам, какие кабазинам, у них очень сильно перемешалось. Тем более, я об этом позже скажу, более сильное смешение в позднее время было. Кстати, об этом очень хорошо рассказано в двух отличных коротких фильмах про абазин, созданных в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии. Буквально вот недавно на ютубе эти появились два замечательных фильма, с хорошего качества, с хорошей проработкой материала. Я ссылочки оставлю в описании под этим видео. Что касается самих переселений, то допустим до сих пор в верховьях Белой и Тиберды очень часто находят типичную абазинскую топономику, то есть название мест. Кроме того, в качестве народа обезы, абазины были известны в русской историографии, еще с древней Руси. В ранних русских летописях они встречаются, особенно с появлением тараканского княжества, где абезы очень часто, ну скажем, очень много торговали, очень часто с ними было много таких вот общих начинаний в этом княжестве. Известно, что на древней Руси, допустим, строили крупные церкви и соборы, в том числе абезы, которые были христианами, которые были христианами даже раньше, чем русские стали христианами и поэтому их приглашали как специалистов для постройки первых вот таких каменных церквей, для создания икон, зодчества вот этого церковного. Значит, эта традиция называть их абезами, она перешла и в московское княжество в первые годы именно русского царства объединенного. Значит, в 16-18 веках источник упоминают их как абеза, их соседи абазги, авихазы, абаза. То есть, в принципе, это одно и то же, просто под разными вариациями из разных источников. Под этими именами известны были именно абазины, но преимущественно северного склона Кавказа, которые жили вот среди кабардинцев и бесслинеевцев. Ну, так уж сложилось, что они более контактировали с Русью. Известно, допустим, что абазинские князья ходили в Москву в 1552 году, вот в этих посольствах, которые Тюмрюк еще отсылал из кабарды, для того, чтобы найти заступничество со стороны России, попытаться попросить союза в борьбе с крымским ханством, которое терроризировало их в этот момент. Значит, есть источники и противоположного характера, это Явлей Челеби, турецкий путешественник, который как раз таки путешествовал вот по территориям абазинских обществ, упоминал 15 таких обществ, к которым относилось население побережья и горной полосы к юго-востоку, от Туапсе, вплоть до Мегрелии. И последующая информация говорит о том, что, в общем-то, он достаточно точно передал, единственная с той лишь разницей, что он не разделил абхазов и убыхов, не отделил от абазин, потому что их языки действительно очень похожи были, а убыхи они были многоязычные, они разговаривали и на убыхском диалекте, и на абазинском. Тогда впервые у Челеби появляются вот эти именно названия северных абазинских обществ, локальных отдельных групп. В поздних русских источников 17-18 века абазин стали объединять в некую такую общую территорию проживания абаза и разделяли ее, по примеру, с Кабардой на Малую абазу и Большую абазу. В частности, Южный склон это Большая абаза, Приморский был. К 17 веку они расселились вплоть до Терека, вот эти абазинские отдельные общества, аулы. При этом известно, что те, кто проживал в Кабарде и Беслинеи, постепенно теряли, ну отчасти теряли язык свой и культуру, они как бы акабардиневались, обеслинеевались, то есть находясь вот в этом окружающем обществе адыгском именно, они принимали язык и культуру полностью адыгов и многие потеряли, ну полностью растворились, сейчас они считают себя кабардинцами, там Беслинеевцами, потомки их, но многие как бы помнят, что именно там пардословные они происходили из абазинских обществ. Собственно, вот это языковое разделение на два диалекта, тапантовский и шхарский, они произошли к 18 веку, когда вот образовалась такие уже две крупные группы абазин, именно разделившиеся по диалектам. В русских источниках в 18 веке упоминаются абазины тапанта, их отдельное подразделение, которое непрерывно увеличивается, заселяли тогда длинную полосу по верху как раз Кубани, Тиберды, Урупа, Зеленчуков, Кумы и Подкумка до самой Кисловодской крепости. В свою очередь, группа абазин Шкарауа, так называемых, то есть по второму диалекту, включала шесть локальных групп, в которых входили башилбаевцы, Чаграй, Баговцы и Бракаевцы, которые уже известны были в 18 веке в источниках, а на карте Фелицина, кроме них еще обозначены Шахагиреевцы, Тамовцы и в целом, как таковые общие сообщества абазинцев в долине рек Тиберда и Малозильничук. То есть здесь мы видим, как бы что отдельное общество просто назывались по имени некая рода главного княжеского, который им правил этим обществом. Также у Фелицина на карте имеются уже общества Аибгах, Чипсоуп и Псху. Это вот в горной части верховнях Музынцы и собственно джигеты до побережья с более мелкими родами, разбивающимися вокруг убыхов в Сочи. Кроме того, фигурировало такое странное имя Сейди, племя Сейди, которое относилось к фамилии Сиди, о которой писал Челеби в 17 веке, владетели страны Садша. Можно было отнести их к Сочи, но, как оказалось позднее, это, скажем так, оказалось, что это владение князей Сидовых, которые правили башилбаевскими вот этими обществами, они находились именно в северной части, в районе Лобы, Малки, у баслинеевцев. В частности, известен в литературе 19 века князь Изаула Магомед Герейс Сидов. А у Тарнауи, это башилбаевское сообщество, надкорто так же властвовал Сидов, находилось на Урупе, по его данным. И стоит отметить, что именно разведчик Тарнау впервые прошел экспедиции из Абхазии, вот как раз через общество Абазин. Он перешел туда, получается, на Кубань. Во второй экспедиции Тарнауи отправлялся с Кубань через Лобу, он отправлялся тоже по горным обществам, как раз таки Абазин, спускался до Сочи, потом вернулся в Абхазию, тот успешно прошел этот маршрут. Вроде как он тоже Лоуов там помогал, но не могу ошибаться. А в третьем пути Лоуов вызывался его проводить, и когда их там окружили, в общем-то и узнали о их экспедиции, их окружили, и Лоуов вынужден был под страхом смерти сдать Тарнау. Тарнау попал в плен на несколько лет, но на Лоу в общем-то не в обиде был, он понимал безвыходность этой ситуации. Так что Лоу в принципе смел оправдаться в дальнейшем, перед глазами Тарнауи, в принципе перед российскими властями продолжал служить долго, еще до самой смерти русскому государству. Сам Тарнау оказался у Абадзеха в плену, два года там просидел, очень все описал подробно жизнь, быт их. А потом его вызволил, если не ошибаюсь, Нагайский князь Кармурзин. Что касается еще вот самих Лоуовых, то они считаются очень сильно связаны были с родом абхазским княжским родом Аджба. И даже вот этот вот поселок Лоу, он считался их родовым владением. К началу 19 века вот те абазинские сообщества, которые проживали в верху Яхамсынта, их стали объединять в единое название Медовеевцы или Медовеи. В состав вот этих Медовеев вошли уже упомянутый Псху, Абчипсоу, Аибга, ну еще Чужгуча было такое общество, а также прибережное население от Гагр до Сочи. Абазинское именно это общество Цандрыбш, Кечба, Аредба и Бак, ну и другие там мелкие более. Псху располагались у источников реки Бзыбь, Ахачипсоу, Айбга и Чужгуча, наверху в Хремзымты, Псоуэмцы. Но известия по ним-то были в источниках довольно скудны на самом деле, потому что они уже очень далеко, глубоко в горах проживали и мало что знали о них путешественники. Всего в первую четверть 18 века, по сведениям путешественников Главани, на побережье Черного моря жило 24 независимых абазинских бея. В принципе из абазинских территорий самая насыщенная, самая населенная была долина реки Мзымта. От абазинского местечка Ардлер, Ардлер еще по-другому, которая в русском переводе потом стала мысом Адлер и городком Адлер, там находился у абазин самый крупный порт, через который они общались с Турцией и в принципе товар избавляли по морю. Одной из крупнейших поселений, крупнейший рынок, в том числе Невольничий. И вдоль реки Мзымта, до самых примерно территорий, даже за Красной Поляной, еще выше туда, в сторону Уруштена, все эти территории были полностью беспрерывно заселены сплошным населением, сплошными аулами, садами и прочим. То есть это очень густозаселенная долина была, она называлась Килиной Лиеш, такая вот очень плодородная долина была и очень считалась с древних времен таким старым абазинским местом проживания. Вот в общем-то как и выглядел абазинский мир к началу, можно сказать, русско-кавказской войны, поскольку в принципе продвижение России на Кавказ изначально так или иначе объединялась с судьбой кабардинцев, бесслинеевцев. То есть те северные абазины полностью разделили судьбу своих соседей. Что касается южных абазин, тут отдельная история. Дело в том, что первый конфликт у абазинов произошел в связи с тем, что в 1739 году по итогам русско-турецкой войны река Кубань была разделена между Турцией и Россией как пограничная река. И так случилось, что вот в верховьях Кубани жили вот эти абазины, они жили по обеим сторонам реки и получилось были как бы, условно говоря, политически разделены. То есть Россия брала на себя, значит, такого, как образ такого защитника вот этих абазинов, находящихся на их стороне. Турция, соответственно, правоверных с той стороны абазин. При этом сами абазины не признавали ни Турцию, ни Россию. Они вообще, в принципе, считали себя независимыми и очень понимали, почему их делят. Тем не менее, Россия тогда еще не так плотно присутствовала на этой стороне. А в отличие от Турции, которая при помощи Крымского ханства посталась постоянно этой территории причинить непосредственно политическое облажение. В результате чего произошел ряд сражений на территории как раз таки и верховьях Кубани. Там, допустим, Батал Паша был такой турецкий командир, который пришел за крупным отрядом, которые встретили абазины и бесслинеевцы, в том числе и кабардинцы, и дали ему серьезный бой, в честь чего победили его, разбили Батал Пашу этого. И, собственно, на тех местах потом появилась стадиница Батал Пашинская, связанная название было с этим боем крупным. Тем не менее, несмотря на вот эту ситуацию, возникали претензии постоянные у России с Турцией на этих территориях. В результате чего началась новая война 1887 года. В этой войне произошел крупный раскол, в том числе и у многих адыгов и абазин. Какие-то общества выступали за союз с Россией, какие-то против союза с Россией, пороли за независимость и при этом считали незазорным выступить на стороне турок и крымского ханства, вроде как единоверцы, которые помогут им независимость свою обеспечить. То есть считалось, что вроде как они не хотят себе присоединять, но обложат данью и все, будем платить. Зато независимые будем. В результате вот этой войны на 1887 года была подчинена Российской империи Абхазия. Но она была получена только формально и не вся. И поскольку только часть ее элиты выступила за присоединение к России, получается несогласные ушли в северо-западную Абхазию, в горные общества Абазин, и эта территория полностью отколола, стала враждебной России. Кстати, вот этого раскола, вызванного присоединением части Абхазии к Российской империи, Убэйхи и Садзджигетты стали выступать против тех абхазинских обществ, которые в подданство перешли к России и стали нападать на них постоянно. То есть делали набеги на пророссийскую часть Абхазии. К 1830 году была полностью покорена Кабарда и соседей габардинцев-беслинеевцев. В результате очень длительной чумы и серьезного ослабления в количестве населения и в результате постоянных карательных операций со стороны России. Оставшиеся Кабардинцы-беслинеевцы по приказу русских войск выселились к русским крепостям. Те же, кто не согласился и решил продолжить борьбу, в частности из Кабардинцев, а к ним присоединились Беслинеевцы и Абазины. Эти группы смешанные адыгой абазинские перешли через горную часть в Закубане к черкесам, оставшихся еще независимыми на тот момент, где образовали так называемый ухажеры Кабарду, то есть беглых кабардинцев. И воевали вместе с закубанскими адыгами до самого конца Кавказской войны в составе их войск. Как бы о беглых кабардинцах, о явлениях Аджритовой Кабарды поговорим в ближайших выпусках. Тем временем к 1837 году в Абхазии русская администрация была образована цибельдинское приставство в верховьях, в горной части Абхазии. Во главе ее стал царский офицер. К 1940 году приставство образовалось в горном обществе Псху, подчинившемся также России. Кроме того, в 37-38 году на побережье Сочинского района, входящего в абазинские владения, появляются одна за другой две очень крупные крепости Святого Духа в Адлере и форт Навагинский в Сочи, которые наглухо перекрыли общение абазин и убыхов, в том числе с морем, через море с Турцией и с европейскими агентами различными. В апреле 1941 года под влиянием владителя Абхазии прорусского князя Михаила Аширвашидзе, феодальная верхушка джигетов, в частности это князи Ахамыш, Кеч, Цан, Байчу и другие, выразили покорность русской администрации на Кавказе и на территории Джигетии было образовано называемое джигетское приставство, вошедшее в состав Абхазии со временем. Первым его приставом стал брат абхазского владителя Александр, он пробыл недолго, я вскоре сменил представитель Абхазца Соломон Цванба, он был российским офицером по происхождению абхазский дворянин. Его администрация состояла в основном из знатных абхазских и иссадских джигетских феодалов абазинских и само это приставство разбилось по территории от Гагар до Хосты, при этом самого внезапное появление вот сначала этих крепостей на побережье, потом и приставство прямо непосредственно во границах убыхских земель, оно было неожиданно для убыхов несколько. И к тому же приморский князь убыхов о благу Али-Ахмеда он также тяготел в сближении с Абхазией, поскольку находился постоянно под огнем вот этого навагинского форта под угрозой русского вторжения, которым он был получается в самом первом ряду в случае такого вторжения. И вот сам факт того, что он был в родственных отношениях с Михаилом Шарвашидзе, постоянно ездил в Абхазию советоваться с ним и в какой-то момент решил перейти в русское поздорство, однако его горные убыхие родственники поймали Берзековы, очень серьезно избили и сказали, что если он хочет жить, то ему лучше оставаться за стороне убыхов. В общем-то под страхом такой расправы он вынужден был подчиниться и перейти в состав той партии убыхов, которая боролась за независимость, боролась Российской империей. В 47-м году джигетское приставство было отделено от Абхазии и включено в отдельный Черноморский округ, а Российская империя, продолжая покорять абхазинские и абхазские общества, присоединила их территории непосредственно к своим пределам, непосредственно в состав Российской империи они вошли. В это время князь горных убыхов, чтобы понять суть его деятельности, он был непримиримым борцом за независимость именно убыхов и их соседей. При этом он в какой-то момент стал распространять свою идею независимости, то есть пытался как и Сифербейзаноков перейти к идее объединения черкесов абхазин-абхазов, которые не покорились России, в некое единое государство. Пытался собирать в Сочи разные собрания общие делался, все приглашали из различных сообществ представителей, именно благодаря ему появился так называемый проект Черкесской конституции про область государства, первый черкесский парламент, когда черкесы отправляли свою конституцию в Европу для утверждения и для просьбы помощи в борьбе с Россией. Но это как бы отдельный выпуск, который был тоже. Именно Керантух решил в эти годы предпринять меры против джигетов соседних и чтобы снова склонить на свою сторону. Узнав о годовщемся нападении, джигеты обратились за помощью к генералу Муравьеву, который предоставил усиленную отрядку из укрепления Святого Духа. Внезапное появление этого отряда в большом количестве оно, скажем так, остановило. Произвало впечатление на обыкских предводителей, остановило их и они вынуждены были перейти на переговоры с русской военной администрацией. При этом в переговорах помогал Михаил Шерватшидзе. Ему было в этом плане проще, потому что Михаил Шерватшидзе, хоть и не был прямым родственником Хаджи Берзека, но считался его названным сыном, то есть он воспитывался в детстве у Хаджи Берзека. Ну и собственно одно из последних упоминаний об абазинах, только абазинские сообщества, именно в долине даже не Бзимты, а в горных сообществах верховья Бзимты и Бзыби, это Псху, Ачипсо, Аибгас и Саджигетты, вот эти вольные оставшиеся. Они оставались в последнем местном сопротивлении царским войскам Российской империи именно в Кавказскую войну. Как раз в то время два отряда шли с разных сторон. Один пошел по побережью, покорил все приморские сообщества и вышел по долине Бзимты и пошел в сторону Красной Поляны. По Бзимте вступая в стычки с абазинами и с теми массами отступавших последних сопротивляющихся и черкесов и убыхов, все вперемешку. С другой стороны с Малой Лабы двигался другой русский отряд, который выдавливал с той стороны последних восставших хандыгов абазин. И в общем последние сражения произошли в Роче Чикбааде на месте будущей Красной Поляны в мае 1264 года, после чего последние абазинские общества были покорены. 21 мая 1664 года в этом урочище состоялся молебен, торжественный парад в честь окончания Кавказской войны под руководством князя Михаила. Само это место, там часть войск осталась, назвали его Царская Поляна, потом селение Романовское, потом оно стало Красной Поляной. Что касается самих абазинов, покоренных в этих местах, из горных сообществ они в массе своих, преимущественных, они предпочли также как у Быхи выселиться в Османскую империю. После войны переселения в Турцию, переселения абазин оставшихся в России по различным аулам в перемешку с разными адыгами и абхазами, каша полная была, особенно среди бесслинеевцев. В начале 20 века их насчитывалось всего около 9 тысяч человек, при этом сама перепись как тогда как и сейчас осложнена тем, что многие из них либо перемешаны, либо уже позабыли свои корни и фактически абазин, хоть может быть и больше, но статистически получается, что их меньше. Они называют себя другими этносами, теми же кабардинцами, абхазами, черкесами просто. Северные абазины были рассеяны в перемешку с адыгскими этносами на территории Карачаева-Черкесии, обосновав будущую народность черкесов в Карачаева-Черкесии, а также частично в Адыгее, в том же Уляпе, частично в абазинском происхождении живут потомки, скажем так, абазин и беглых кабардинцев. Здесь они очень сильно стали терять свою идентичность, язык, растворяясь в адыгских и кабардинских сообществах. Южная территория абазин преимущественно обезлюдили вообще, их очень маленькая часть ушла в Абхазию, где перемешалась, где-то родственные связи были с абхазами. В настоящее время абазины компактно проживают на территории Карачаева-Черкесии, в 13 абазинских селениях, рассеянно проживают в других селениях, городах республики, в Адыгее, в Горном, в том же Карачае. Численность их на 89-й год нашел 33 тысячи человек, в том числе в Карачаев-Черкесии, большинство 20 с половиной. Потомки абазинских переселенцев живут также в Турции, Сирии, Ярдании, Ливании, Египте, Болгарии и других странах, в общем большинстве странах, где есть черкесская диаспора. Там они именно смешались. Черкесская диаспора выбрала в себя и абхазскую, и абазинскую, и адыгскую, а поскольку язык они в большинстве своем начали терять, их там очень сложно было сохранять. Многие из них попереходили на языки из тех государств, в которых они жили. В основу современного литературного абазинского языка положен тапанский диалект, хотя большинство из них все-таки используют местные языки. Подъем абазинского сознания в плане сохранения языка был в какое-то время после Октябрьской революции, поскольку тогда именно такая свобода появилась в использовании языка, собственной культуры. И поддержка была со стороны государства, в частности в советское время был разработан специальный отдельный абазинского языка алфавит, что дало возможность создавать литературу, творчество, газеты, писать журналы, книги появляться. Но с 70-х годов до 20-го века остановка изменилась. Сейчас в аулах даже люди старшего возраста в своей речи допускают целые как бы отдельные абзацы, фразы на русском языке, потому что им так просто удобнее. И не говоря уже о тех людях, которые проживают, особенно молодежь в более-менее крупных городах, там полностью не русифицировались или говорят наоборот на том же кабардинском языке, допустим. Происходит по сути, ученые как бы установили, что происходит исчезновение абазинского языка и культуры, и если ничего на сегодняшний день не изменится, то им проще дни более 50-ти лет существования, после чего они полностью исчезнут, как вымерший глупыхский язык. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, пообщайтесь, посмотрите обязательно фильмы по ссылкам внизу, тоже очень интересно про абазин. Возможно это первый шажок к их восстановлению такой культуры, к началу обратного процесса их хотя бы с удержанием стабильности, чтобы она не растворялась среди людей. Комментируйте, ставьте лайки, делайте репост, рассказывайте друзьям и до следующих выпусков. Всем пока.